Утро на Болткоме 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 Наладить эти контакты между людьми, между теми, кто нуждается, и теми, кто может оказать помощь, вот как вдруг это перешло на какой-то новый уровень? Ну, организацию создал Эдис Питерс 8 лет назад, и, в принципе, за 8 лет просто создалась уже такая большая организация на 40 тысяч, ну, не подписчиков, а так вот, да, кто-то следят за наши работы, и ему просто пиратно очень много людей пишут, уже большое доверие. Ну, вот скажите, насколько вот масштабы, вы же видите, держите руку на пульте, и наверняка, ну, вот это, те посты, вот я заходил на Фейсбуке на страничку «Палэдзи Симвен Сотром», и я понимаю, что это, наверное, вершина айсберга, потому что каждый день появляются, ну, вот материалы, которые адресованы какой-то конкретной семье, там рассказывается история конкретной семьи, где, действительно, ну, вот критическая ситуация, там потеряли работу, необходимо помочь, чем, чем возможно, хотя бы едой, там, какими-то вещами, там, для детей и так далее, вот насколько много людей обращаются к вам, и как это происходит, то есть, каким образом вы понимаете, что людям нужна помощь? Ну, люди оставляют заявку, или приватно, или у нас есть имейл, у нас около 40 координаторов, то есть, ну, в день, ну, очень много случаев, ну, в Париде, например, около 10, вот вчера было. Оставляют свой телефон, мы созваниваемся, мы уточняем ситуацию, если человек недалеко, мы сразу едем, проверяем, смотрим, как он живет, разговариваем, делаем план действия, тоже популяция выйти с этой ситуации, потому что один раз привезти еду, это как бы не спасет человека, правильно? Вот я как раз хотел, да. Мы будем действовать на компонаментинг, советы, помощь социальной службы, допустим, в данный момент социальная служба тоже работает удаленно, и людям тоже надо помочь, допустим, заявлениями, написать это заявление, дать заявление удаленно, или, допустим, отвезти это письмо на почту, ну, то есть, много таких вот на данный момент финансов. То есть, получается, что для людей очень часто возникает проблема именно коммуникации с социальными службами, здесь, ну, если просто наладить этот контакт, то может помочь или самоуправление, или государство? Ну, надо знать тоже законы, потому что бывает очень отзывчивая социальная служба, бывает, чтобы чем меньше работы, ну, пациенты не платят, да, за людей. То есть, как бы, если ты не знаешь, что тебе полагается, и ты это не спрашиваешь, ну, как бы, не требуешь, то, в принципе, помощи можно не дождаться, к сожалению. Поэтому, да, вот люди у нас тоже спрашивают, интересуются, мы сразу показываем, мы знаем, ну, как бы, мы знаем эти правила, сколько человек должен получать денег, сколько у него, чтобы, допустим, малоимущий статус получить. То есть, люди даже, особенно если человек всю жизнь работал и вдруг потерял работу, они даже это не знают. Каким образом, например, вот эту информацию сделать публичной? То есть, вы, получается, каждому должны рассказать одну и одну тоже? Она публична, она как бы, ну, у нас есть специальная служба, просто не все умеют прочитать эту информацию. То есть, когда уже, ну, все-таки, живое общение, это живое общение среди, это другое. Они не воспринимают эти все, ну, страницы, да, чтения. Вот как вы ощущаете вот это, со временем наступления вот пандемии, увеличилось ли количество нуждающихся в помощи и насколько вот эти, ну, действительно, масштабы, они являются таким тревожным сигналом, может быть, для государства? Очень увеличилось, действительно, очень увеличилось. Остро нужна помощь, например, людям с позитивным коронатестом. И потому что вот к нам все чаще, например, начали обращаться одинокие мамочки, в которых обнаружили ковид, и они обязаны соблюдать карантин. То есть, они буквально даже не могут попросить в магазин, чтобы попить продукты. И у всех есть, допустим, продукты, ну, натрет куплено, да, естественно. И другие боятся. Или у них нет никого, кто может привезти на этих продукт. Барбора, извиняюсь, интернет-магазины не могут сразу бы везти тоже эти продукты. То есть, они там через день, через пару, а кушать-то надо сейчас. То есть, тогда тоже обращаются к нам, мы действуем очень оперативно и привозим, оставляя покупки у двери. Как бы так тоже. Это такие сейчас очень много случаев, действительно, вот с едой, те, которые сидят в изоляции. Что именно вот нужно людям, например, из еды, самые какие-то, ну, основные продукты? Ну, это, в принципе, на наше усмотрение, но мы всегда, конечно, привозим там молоко, яйца, творог, какую-нибудь курицу. У нас добыло тоже очень много нам жертвует еды. То есть, у нас всегда есть макароны, рис, такая мука, сухая, все эти продукты, да. То есть, опять же, Хэнкел нам жертвует очень много, вот, в химии. То есть, мы всегда привозим тоже там порошки и химию. Ну, то есть, да. Ну, это я к тому, что вообще нужно, если вдруг люди хотят тоже помочь, поучаствовать в этой помощи, что они могут сделать? Потому что, ну, скажем, позвонил вам волонтер, говорит, вот, я хочу помочь, я могу купить, не знаю, в магазине там какое-то количество продуктов. Кому мне их привезти? Или как это вот происходит, эта помощь? Ну, в принципе, так тоже, да, происходит. Очень много пишут приватно на Фейсбуке, допустим, даже мне действительно спрашивают, есть ли у вас какая-нибудь семья, которой сейчас нужна помощь. Да, конечно, я знаю, сколько у меня семей. Думаю, кому вот на данный момент самая актуальная помощь нужна. Ну, да, и дальше мы уже смотрим, вместе с волонтером ездим, или он придает мне эти продукты, я привожу в семье, вот, сылаю фотографии. Ну, как бы, да, такого тоже очень много. Вот, допустим, тоже на примере недавно к нам обратилась одинокая мамочка с 8-летним сыном, которые вот тоже у них обоих обнаружили ковид-позитивный, и они пошли на изоляцию. И у них не было даже телевизора, не говоря уже о смартфоне, планшете, да, то есть 15 обратных метров они живут с сыном, ну, как бы, комната квартиры, да. И она позвонила мне, от соседей узнала мой номер, позвонила и спросила, ну, хоть что-то, хоть игры для ребенка, да. То есть их тоже написали вот статью на физике, и очень много людей отозвалось, и мы сразу же на следующий день привезли еду, и очень много игр, и пациентские товары. И через какое-то время даже телевизор привезли, пузлы, много людей отозвалось на этот пост, и действительно очень помогли этой мамочке, и вот они сейчас уже вышли из карантина, и до сих пор еще людям присылают пузлы, и вот, ну, чтобы этого мальчика, как бы, потому что школы-то до сих пор еще нету. Да, и мамочка тоже потеряла работу из-за этого. Мы сейчас будем работать дальше, в дальнейшем. А вот вы все время упоминаете, да, вот о соцсети, насколько здесь роль соцсети вот в наше время возросла ли она, вот, возможности действительно коммуницировать между людьми, вот, организоваться, организовать помощь? Очень возросла, конечно, очень. То есть, в принципе, работая дольше, да, начинают звонить тоже люди, писать смс, звонить в WhatsApp, то есть, ну, через знакомых, да, которые узнают, например, мой номер. А так у нас все новые случаи, да, они приходят или на e-mail, или на Facebook. Вот вы упомянули пока только, ну, вот, одну категорию, одинокие мамы, вот, с детьми, вот, кого, кто еще оказался под ударом? То есть, это могут быть пожилые люди, один... Конечно, да, к сожалению, потому что, ну, да, сейчас, если, например, дети светлоизоляции, кто позаботится о пожилых людях? Да, они, конечно, тоже очень попали, мы тоже им полагаем. И тоже привозим и телевизоры, и продукты, вот, недавно тоже был случай. Ну, то есть, ну, в изоляции, сидеть в изоляции, да, если ты живешь такой, и ходишь на улицу, ну, я по пенсионерам сейчас говорю. У многих пенсионеров, конечно, в наше время и телевизора даже нет, не говоря уж о компьютере. И вот, да, и заболели. И еще медицинскую помощь. Вот пенсионерам очень много тоже медицинской помощи, то есть, чтобы они не сидели в очереди 6 месяцев, да, к врачу, чтобы попасть на самый простой апплодисмент, да. То есть, да, мы как бы тоже погашаем их стоимость врача, они попали к врачу быстрее. Многодетные семьи, они тоже сейчас находятся под ударом, если вдруг там кто-то из родителей потерял работу? Конечно, конечно, да. И также, да, вот, например, потерял маму себе дома с детьми, детей. Ну, тоже у нас очень много многодетных семей, и с семи детьми, и с питью. И вот папа потерял работу тоже, опять же, из-за COVID-19, и все, и кушать нечего. Ну, вот, конечно, здесь вопрос в том, вот как разграничиваются функции, вот, вашей, например, организации социальных служб. То есть, естественно, возникает вопрос, наверное, у людей, вот, почему, ну, знаете, вот есть, ведь, широко известное такое выражение, давайте все-таки, вот, чтобы больных детей лечило государство, а собирали мы деньги на зарплату, вот, чиновникам, которые, вот, всем миром, вот, переместить. Я поняла, да, я поняла этот вопрос. Он очень легко на него ответить. То есть, социальная помощь помогает через время. То есть, там надо подать документы, там надо подождать, там надо все заявки. То есть, в наше время, когда все удалено, опять же, пока ты соберешь эти все документы, а мы помогаем сразу. Мы помогаем сразу и помогаем все документы готовить правильно для подачи в социальную службу. То есть, мы не помогаем долго, мы помогаем прямо сейчас, вот, когда нужно, когда горит. А тоже мы делаем все так, чтобы человек сам вставал на ноги. И тихонько у него ситуация улучшалась. Куда обратиться, вот, если сейчас, например, нас слушают люди, которым нужна помощь, и они хотели бы, ну, попросить действительно помощи, но не знали до этого, как это сделать. Есть ли какой-то телефон или какие-то, ну, не знаю, заявки, куда электронный адрес почты? Я, конечно, могу оставить электронный адрес, он такой, длинный. Приходите на нашу страничку в Facebook. И-мейл такой же. И-мейл такой же. Я думаю, что все понятно. Во всяком случае, ну, вот, или через Facebook, или через электронную почту можно писать. Ну, наверное, там где-то на Facebook. Ну, понимаете, да, конечно, лучше писать, потому что, если все, допустим, будут сейчас звонить, я тоже не смогу всех. Я могу, конечно, оставить. Может быть, если у кого-то действительно очень окутная ситуация, у вас есть мой телефон, они могут написать на радио, вы дайте мой номер. Просто так счетно, радио, вы дайте мой номер тоже вспомнили. Хорошо, тогда мы обязательно это сделаем, оставим на сайте, где будем писать. Ну, вот, у нас обязательно появится материал по мотивам нашей сегодняшней беседы. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это с нами на прямой связи была представитель благотворительной организации Палы Дзесим Венс Отром Юлия Межецкая. Мы вот сейчас попробуем связаться, дальше уже вот у нас продолжится тоже наше общение уже с главой благотворительного фонда ZEDU.LVS, Рутой Димонтой. Вот будем сейчас пытаться связаться с ней. И, кажется, у нас есть связь. Сейчас буквально через какую-то секундочку мы сможем поговорить. Да, доброе утро. Здравствуйте, Рута. Доброе утро. Вот мы сегодня обсуждаем благотворительность в эпоху ковида. И, насколько я понимаю, может быть, ваше отличие от других благотворительных организаций заключается в конкретной помощи, в конкретном, конкретному человеку, в конкретной вот ситуации. То есть там, где нужно не просто помочь продуктами, а, может быть, более серьезная беда, какая-то проблема, которая требует навалиться всем миром и помочь. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, насколько сейчас эта деятельность благотворительных организаций усложнилась? Больше ли людей обращаются за помощью? Насколько отзывчивыми являются люди, у которых, может быть, у самих тоже проблемы, и которые, может, не так... Ну, сейчас стеснены в средствах, они не так могут помочь, как было раньше. Да, спасибо за вопрос. Ну, пандемия нарушила привычный уклад жизни и подвергла, ну, испытанию каждого из нас и всю нашу страну вместе. И вот кризис, я могу сказать, что затронул каждую семью, и есть люди, которые в этой ситуации нуждаются в помощи, в таких даже элементарных вещах, ну, например, питание, или заплатить за лекарства. Если мы смотрим, как мы работаем, ну, без вот такой чрезвычайной ситуации, то к нам обращаются те люди, которые не могут справиться с какой-то проблемой, и им нужна помощь от других людей, от общества. И, как правило, всегда это довольно дорогостоящие операции, лекарства после каких-то пожаров или других бедствий. Но во время пандемии мы столкнулись с тем, что эти просьбы о помощь сейчас не такие, как сказать, не такие дорогостоящие. Если до пандемии люди и сами могли справиться с такими проблемами, которые, ну, заплатить счета за лечение, и только тогда, когда были очень большие расходы, там, в тысячи евро или 10 тысяч, тогда обращались к благотворительным организациям. Но сейчас мы видим, что эти просьбы становятся такие более, ну, на маленькие суммы, или как это? Ну да, да, просят помочь с маленькими суммами. Если говорить о пожертвовании, то это такой очень интересный факт, что во время бедствий, во время пандемии, во время тяжелых времен люди не переставают помочь другим. Наоборот, мы получаем пожертвования, если по количеству людей, которые жертвуют, даже больше, чем до пандемии. Но есть разница, что люди свои пожертвования делают тоже, как это, самоземная ассо. Ну, уменьшаются, да? Уменьшаются объемы одного пожертвования. Ну, пожертвует больше людей, но по меньшим суммам. Это очень, как бы, можно понять, потому что никто не знает, что будет завтра. И, ну, этот кризис, мы не можем видеть конец этого кризиса, и у людей поменьше средств, и, с другой стороны, они, как бы, описаются о своей семье. Потому что благотворительности, ну, нет такого, что это не пена, кстати, это не долг делать пожертвования, да? Это волонтарное, ну, как бы, мое решение пожертвовать или нет. И, во-первых, каждый человек должен обеспечить свою семью. И мы это очень хорошо понимаем. И поэтому мы понимаем, что объем пожертвования уменьшился, но количество людей, которые помогают, можно сказать, увеличилось. Я думаю, что очень многое ведь зависит от способа оставить пожертвования. И часто бывает, что, может быть, ну, если это простой механизм, как это сделать, у человека, ну, быстрее, быстрее откликнется на это пожертвование. Если ему нужно, ну, переводить какую-то сумму, он начинает, там, открывать банковские счета. Чем проще, там, открыть кошелек и, может быть, какую-то небольшую сумму оставить, там, ну, часто бывают какие-то, не знаю, для пожертвований специальные приспособления. Ну, вот скажите, вот каким образом можно пожертвовать взъедут ЛВ, просто, может быть, нашим слушателям напомнить, как это сделать? Да, ну, мы понимаем, что в беремене пандемии сделать пожертвования становилось немножко тяжелее, потому что люди привыкли, например, идти в магазине, там есть ящики для пожертвования, оставить там свою мелочь. Но в это время, когда мы сидим дома и все делаем через интернет, то, ну, в основном, да, то пожертвования можно сделать через интернет, и наш порт, благотворительный портал ZEDO.LV, мы уже работаем 17 лет, и в этом портале вы можете сделать пожертвования очень легко с помощью своего интернет-банка. Если зайти в портал ZEDO.LV, там можно выбрать тоже, есть, выбрать язык, на котором вы хотите читать о благотворительных просьбах, и выбрать то, что вам ближе к сердцу, и с одним, как бы, движением сделать пожертвования. Есть специально, наш портал соединяется с вашим банком, это очень надежно, это как, очень похоже, как в интернет-магазинах, но в отличие, вы ничего не покупаете, вы просто посылаете свои деньги, хоть евро, хоть и два евро, кому, кто очень нуждается. И в это время нуждаются не только те, которые напрямую пострадали от COVID-19, потеряли работу или еще что-то, но те люди, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, да, например, онкологические пациенты, которые нуждаются в лекарствах, которые не оплачиваются государством. И этим людям очень сейчас трудно просить о помощи, потому что они тоже понимают, что, ну, ситуация не очень какая-то... Ну, да, благополучная. Да. Так что я призываю открыть zedo.lv и прочесть. На это время у нас на портале 27 заявок о помощи, это и дети, и взрослые люди, и организации, которые тоже работают в сфере благотворительности. Что еще важно, что ваше пожертвование стопроцентно идет на цели. Это целевое пожертвование, от которого мы и банк, через которого вы платите, делаете пожертвования, не берет никакие комиссионные. И когда вы уже сделали пожертвование, что вы можете следить, что с этим проектом благотворительным происходит. Потому что в раз в месяц, если проект уже собрал достаточно денег, и человек может, например, покупать лекарства, то мы ставим в этом проекте отчет, что мы уже купили такие-таки лекарства, которые были прописаны врачам. Что еще очень важно, что мы как благотворительные организации никому не даем ваше пожертвование на счет, как деньги, как пособие. Если человек нуждается, например, как уже говорила, нуждается в лекарствах, то мы как благотворительные организации покупаем через аптеку, человек идет в аптеку и получает напрямую свои лекарства. И вот так мы проверяем и избегаем таких ситуаций, что, может, кто-то злоумищенно хочет использовать благотворительность. Мы просто не даем деньги, а покупаем то, что нужно. И до этого мы еще проверяем, если, например, вот как уже говорило насчет лекарств, тогда мы просим, чтобы конкретный человек указал нам рецепт от врача, что именно ему нужны эти лекарства. Ну так проверяем, чтобы ваше пожертвование было на нежных руках и достигло своих целей. Каким образом, вот мы все время говорим о том, как помочь, но каким образом люди, которые нуждаются в помощи, могут эту помощь получить через вас? Как нужно к вам обратиться, по каким каналам нужно ли предоставить, какие документы, справку от врача, доказать, что действительно необходима помощь? Да, можно, если человек пользуется интернетом, тогда на нашей страничке zedo.lv есть такая, ну, есть, можно заполнить заявку о помощи. Это довольно такой простой способ, как дойти до нас, там нужно указать только самую основную информацию. Тогда наши сотрудники с вами свяжутся и выяснят ситуацию. Потому что не всегда мы можем помочь, и мы, например, не помогаем погасить кредиты, да, или эти адрик кредит скорых. Ну, просто это закон нам запрещает, жертвы не использовать на погасение займов, кредит. Ну, вот и мы тогда, когда уже с этим человеком сами свяжемся и спросим все документы, которые необходимы. Но если кто-то не пользуется интернетом, это тоже ничего, можно нам позвонить по телефону и все уяснить. Ну, что есть, в этом время мы во время пандемии работаем не в Берё, ну, сегодня я в Берё, но, в принципе, мы законопослушные и работаем каждый из своего дома. И тогда не всегда можно дозвониться до нужного координатора конкретной программы. И потому мы просим всех тех, которые нам звонят, быть сопротивляющими. Ну, да, понимающими, да, чтобы понимать ситуацию. Я думаю, что мы каждая, наши коллеги, мы семь коллег вместе работаем, что мы каждая работаем из своего квартиры. И это не так быстро, как до COVID-19, да, когда мы все сидели в одном офисе открытом и очень быстро могли решить каждую ситуацию. Но если человек написал заявку, тогда мы что проверяем? Что именно мы просим, во-первых, апплейценат, что у этого человека и его семьи нет денег и средств, чтобы самому справиться с этой проблемой. Конечно, мы не проверяем банковские счета, мы это даже не можем, но мы в разговоре это уточняем. И я могу сказать, что если вам нужны лекарства на 10-6 евро, у нас всегда понятно, что вряд ли у кого-то из наших жителей есть такие деньги на счету или в кошельке, чтобы заплатить. И еще надо понимать, что люди, у которых есть деньги, они как правильно не обращаются в благотворительные организации, потому что это не очень-то легко прийти к чужому человеку и сказать, вот у меня такая-такая болезнь, и я не могу купить лекарство или оплатить за операцию. Ну и когда мы уже это уточняем, тогда мы смотрим документы, если вам нужны лекарства, то должна быть какая-то справка от врача, что он эти лекарства рекомендует. Потому что бывает, что люди сами прочли какую-то рекламу, что вот есть средства, которые помогают от всего и хочут через благотворительные организации купить. Мы так не можем, нам надо всегда проверять, что именно этому человеку врач рекомендовал. Если операция нужна, то мы, во-первых, просим, чтобы человек уточнил, не оплачивается эта операция или государство. Вот я хотел, да, как раз спросить об этом. Да, и довольно часто оказывается, что человек просто не знал, что он может получить эту операцию или манипуляцию за счет налогов, ну, за государственные деньги. И тогда мы просто все счастливы оба стороны, человек идет и получает помощь, а нам не надо собирать пожертвования. Но если операция не оплачивается государством, да, тогда мы, например, начинаем сбор пожертвований. Потому что могут быть ведь разные ситуации, человек может пойти в частную клинику, и ему эту операцию могут сделать там за несколько тысяч, а в принципе, может быть, действительно, даже она может не оплачиваться государством, но в государственном учреждении она может стоить, ну, как несколько, там, десятков евро, а не тысяч. Именно так, именно так. Если человек первый визит пошел в частную клинику, ну, как правило, он не знает, что может где-то еще подешевле. Есть ситуации, когда, например, в 10 раз дешевле можно сделать в государственной клинике. Ну, и тогда мы помогаем вот это, как бы пройти через лабиринт этого и достичь цели операцию с меньшими средствами. То есть, получается, что люди просто, может быть, не знают возможности помощи государства, они не... Вот мы просто с прошлой, нашей вот гостьей с Юлией Межецкой говорили о том, что люди часто не понимают, что им положено, и они не знают своих прав, а, к сожалению, государство не навязывается, а если человек не требует, не приходит, не говорит, мне положено по закону, вот по этому пункту, они просто теряются. Да, именно так, такие ситуации есть, и, конечно, мы не можем все знать, как жители своей страны, если случается какая-то ситуация, которая не ежедневная, ежедневная, да, тогда информации, как правило, не хватает, и тогда благотворительные организации хорошие, дает советы, да, хорошие, как бы, по ДОНДВ. Ну да, вот именно как совет. Спасибо большое, спасибо, я напомню, что с нами на прямой связи была Рута Димонта, глава благотворительного фонда ЗЕДУТ ЛВ. Спасибо. Спасибо.